итак давайте просмотрим вообще саму конструкцию это шестерня ведущая шестерня которая применяется в редукторах преимущественно ведущих а мостов автомобильной техники и не только давайте рассмотрим да саму шестерню как вы видите здесь мы имеем зубчатый венец мы имеем несколько посадочных диаметров до под подшипник а также мы имеем шлицевую часть резьбовую и отверстие под шплинт который фиксирует нашу гайку которая делает преднатяг подшипника итак давайте рассмотрим как же проконтролировать эти параметры для того чтобы правильно выбрать измерительный инструмент конечно в начале в начале всей вашей так сказать работы необходимо определить ряд параметров которые мы будем сегодня контролировать это технические требования само собой разумеется да то есть у нас они есть да тут параллельность круглость неправильно немножко обозначена радиальное биение относительно базы б база бы у нас как видите да ось центров и в принципе вот эти основные параметры они предъявляют эти требования к поверхностям которые у нас собственно говоря ну на которых устанавливается подшипник также следующее что мы с вами рассмотрим это шероховатости немаловажный показатель потому что имея шероховатость здесь старое обозначение но ничего страшного мы не будем и думаю ругаться на автора этого чертежа и так шероховатость мы смотрим так здесь есть 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 очень странно очень странно что здесь указано шероховатость rz20h шероховатость по зубу неужели такая неточная 6 хотя вы видите здесь изображены изображены пятна контакта вот мы их видим до пятна контакта на выпуклой и так сказать вогнутой стороне это достаточно такие классические наверно гостовские просто скопированы ничего интересного и так также у нас имеется ряд параметров которые мы должны будем проверить эти параметры у нас на данном чертеже не видны потому что они спрятаны вот в этой вот таблице да в этой таблице что мы можем для себя подчеркнуть какой параметр мы можем проконтролировать уже непосредственно по зубчатому венцу это естественно пятно контакта то есть увидите здесь по длине она указана не менее 50 процентов по высоте не менее 50 непонятно откуда это взято по моему по госту немножко другие параметры нам 70 50 или 70 45 я уже честно говоря не помню да и не будем мы сильно на этом акцентировать внимание внешних нужной модуль так это мы не контролируем да и в принципе толщина зуба по хорде можно проконтролировать но это как бы нам не особо сейчас важно итак давайте определимся вот мы сделали шестеренка представьте что это шестеренка она уже полностью готова то есть она прошла термообработку скорее всего это цементация до цементировать 5765 кроме и резьбы до резьбу нужно будет предохранять у меня кстати есть видео как предохранять резьбу посмотрите обязательно на канале какие способы предохранения от цементации и так что же нам необходимо первое что проверяется и проверяется в принципе на сто процентов и это вот эти вот диаметры дан диаметры эти диаметры 70 диаметр 65 это так называемый диаметр под подшипник почему важно этот параметр а потому что здесь смотрите допуска двами плюс два микрона плюс две сутки то есть 18 микрон всего лишь до всего лишь 18 микрон и такой параметр проконтролировать обычным микрометром и даже скобой как предельным размером достаточно сложно поэтому для контроля этих параметров также в условиях производства чтобы ускорить процесс контроля применяется рычажные скобы рычажная скоба настраивается на размер на номинальный размер допустим это может быть 65 да вот в этом случае в нашем 65 в этом 70 и уже контролируется в нескольких сечениях человек проверяет рычажный скобой технология достаточно простая и поэтому используется повсеместно на производство но такие скобы они естественно покупные тут уже ничего не отнять дальше самое простое что мы можем проконтролировать на это 6 стами это конечно вот это вот отверстие да это два отверстия не к бы крест-накрест идут у так вот они делаются крест-накрест эти два отверстия до для шплинта то есть вставляется на шплинт он фиксируется и не позволяет нашей гайки коронные такая называется гайка и разворачиваться в процессе эксплуатации проверяется обычной гладкой пробкой проходная или не проходная так как имеет допуск плюс 0 36 сотых миллиметров и так хорошо проконтролировали дальше резьба раз уже мы этот вот значит рассматривать этот холостик наждаем дальше резьбовая часть резьбовая часть в основном да и в принципе не в основном а по-хорошему как говорят да по как это сказать по уму до проверяется всегда резьбовыми кольцами да это такие кольца они имитируют зацепление сопрягаемой детали то есть кольцо наворачивается на резьбу проходят все витки это проходная часть кольца и есть непроходное кольцо которое на полтора максимум два витка должна закручиваться да то есть не доходит она куда сюда туда ходят примеру да и все и стопориться если не проходное проходит дальше то естественно резьба расслаблена до или наоборот если проходное не наворачивается на резьбу то естественно резьба тугая тут все понятно теперь давайте рассмотрим также проконтролировать вот эти технические требования технические требования до здесь по круглости вы можете проконтролировать рычажный скобой то есть в нескольких сечениях то есть у вас допустим идет раз вы проверили в этом сечении скобой потом допустим вот в этом в этом и разница в этих всех сечениях да она не должна превышать как вы видите здесь опять микрометров биение так же самое ставится в центра то есть все очень просто предельно ясно здесь два центровых отверстия ставите в центра вращаете деталь при этом здесь у вас стоит индикаторная головка часового типа естественно лучше использовать микронную более точные параметры и уже отклонения стрелки сначала выставляете ее в ноль и потом она отклоняется на какое-то определенное значение когда вы делаете полный оборот обычно здесь мелком отмечают на торце да то есть какой-то отметочку ставят ну пример вот если мы сюда посмотрим да ставят какую-то отметку допустим что вот отсюда вы начали мерить выставляетесь в ноль и уже производите измерение когда доходите до этой отметки что немаловажно должна стрелка вернуться в исходное положение если вы контролируете стрелка отклонилась на определенный угол показала определенный результат и потом она не вернулась в ноль или не дошла или перешла назад то то это значит о том что ваш индикатор сбился и вам нужно повторно провести измерение когда у вас попала шестерня уже центра вы ее проконтролировав один диаметр сразу же стойку переносите контролируете второй диаметр ну вернее вот здесь поверхность мой уже народил тут вторую поверхность чтобы уже не снимать деталь так поставили индикатор тоже прокрутили и после чего ставите индикатор сюда ставить индикатор сюда либо это будет вот такая схема до либо это будет какой-то другой индикатор до такой с как это класс верта называется дам головка и проверяется вот этот параметр 25 микрон до которые у вас заложены по торцу также ставите не забывайте отметку проворачивайте и смотрите чтобы все вернулось в исходное положение и так основные параметры вы проверили вы проверили резьбу отверстие 2 диаметра под подшипник проконтролировали и остался у вас на шлицевая часть шлицевая часть используются калибры шлицевые комплексный калибр называется комплексное кольцо шлицевая да то есть она также одевается на шлиц есть проходное если проходное есть если это прямобочная шлица у нас по моему прямобочный шлиц то естественно есть еще такая типа как шаблончик который проверяет ширину шлица Ну или можно проверить обычным колумбиком Так, форма расположения пятна контакта Для того, чтобы проверить форму расположения пятна контакта То, естественно, вам необходимо сопрягаемое колесо Вы ставите на контрольный обходной станок У вас здесь в зацеплении идет шестерня какая-то Так Такая вот шестеренка, да, ну там разрезим и досмотрим И они сопрягаются, то есть вращается эта шестерня Вращается эта шестерня Вы мажете суриком или какой-нибудь другой краской И, дай бог, сейчас достаточно много импортных и отечественных различных красок Мажете На худой конец даже я как-то читал, что человек зубной пастой мазал Ну, всякое бывает в жизни, как говорится И не таким еще воспользуется способом Вы контролируете пятно контакта Оно должно быть похоже, как вот на этом рисунке, да То есть есть рисунок 1 и рисунок 2 Верное, пятно контакта 1 и пятно контакта 2 Какая-то ведущая шестерня Вы напишите обязательно в комментариях Какое пятно, мы уже много раз проходили Помогает закрепить наше знание Какое пятно 1 или 2 является передним ходом И какое задний ход То есть напишите первое, что это передний ход или это задний ход То есть если вот эти отпечатки мы смотрим на ведущей Именно, повторюсь, на ведущей нашей шестерни Итак, давайте тут прокрутили, пятно контакта получили Дальше нам необходимо измерить биение зубчатого венца Здесь его нет, он лопагост, оно регламентируется Для этого есть специальное приспособление По-другому вы его не проверите Либо на измерительной машине Тут так ставится шестерня И под определенным углом стоит такой вот шарик Так называемый клевок Вот это приспособление, вот этот шарик стоит Оно, конечно, более массивное И здесь на выходе у вас стоит индикатор Который за ручку вы здесь поднимаете Этот шарик отводите Поворачиваете на следующий зуб Туда вставляете этот шарик И смотрите, насколько отклонилась стрелка Естественно, вы проходите каждый зуб Его тоже отмечаете, на котором вы начали Там будет 0 И дальше проходите по всем зубьям И смотрите, какие параметры вы получили уже на выходе Так, ну, в принципе Сейчас уже в современном машиностроении Такие параметры все измеряются на измерительных машинах Поэтому ставится она просто в центра Либо зажимается, как было у нас на предприятии Зажимается вот каким-то трехкулачковым патроном Потом щуп подходит, выравнивает ее по торцу Потом выравнивает по диаметру То есть, ну, строит ось вот эту вот И контролирует, как будто бы она стоит уже в центрах Тут схемы абсолютно разные И могут применяться и те, и другие Что мы здесь еще с вами не посмотрели, да? Ну, есть канавки Эти канавки, они, в принципе, не контролируются Потому что нет смысла их контролировать Они не играют столь важную роль В нашей конструкции деталей А именно они просто служат, так сказать Технологические канавки для выхода инструмента То есть здесь для выхода резца Где-то для выхода шлифовального круга Или, опять же, резца из-под твердого точения В общем, вариантов достаточно много Вот такой вот ролик получился, друзья Пишите в комментариях, о чем еще снимать Очень интересно послушать ваше мнение Всем добра, успехов в обучении С прошедшими праздниками Пока-пока